И всем привет, ребят, с вами Мистер Баник, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас начался новый замечательный челлендж, сегодня у нас 1 июня, всех поздравляю с началом лета, ну и соответственно у нас появился новый челлендж, в котором есть одно интересное устройство, и сегодня мы вместе с вами его протестируем. Это молот на оглушение, когда-то я его уже тестил, и скажу вам, что есть определенные комбинации, на которых можно играть с этим устройством, и неплохо его реализовывать, и сегодня мы попробуем это сделать вновь, если тогда я тестировал вас по молот с оглушением, то сегодня мы сыграем на Хантера Молоте, по дрону я возьму, конечно же, Ловкача, ну и посмотрим, что у нас из этого получится, и дальше я уже выскажу свою точку зрения по тому, стоит ли вам его приобретать, если вы покупаете челлендж исключительно ради устройства на пушку. Понятное дело, что помимо этого устройства здесь есть еще в этом челлендже два устройства на диктатор, на утяжеление и на иммунитет от оглушения, и плюс, ко всему прочему, есть дуплет, плюс парализующий на молот, и диктатор Легаси. Диктатор Легаси при любом раскладе для меня лично это то, что я точно буду брать, ну а вы, может быть, не интересуетесь получением скинов с челленджа, и для вас интересно исключительно устройство, и для всех таких ребят мы сегодня это устройство как раз таки протестируем, и посмотрим, что же оно покажет в рамках матчмейкинга и CTF боя. Хантер, я считаю, что сейчас является одним из лучших корпусов, которые можно реализовывать с этой комбинацией, ну и также нужно стараться играть чуть-чуть более грамотно с этим молотом, то есть можно, по сути, разряжать два первых выстрела, и уже третий выстрел, который будет у вас с оглушением наносить по противнику, и, например, в CTF, он будет вам давать возможность дополнительного увозика, да, если, например, противник будет жестко дефить, вы просто два выстрела разряжаете, залетаете на базу, стопите типа и быстро улетаете. Плюс у вас есть корпус Хантер, который имеет очень хороший овердрайв для увоза флага, и еще, ну если вот, например, выбирать еще какие-то корпуса, то я бы, наверное, обратил внимание на Хоппер. Хоппера молот тоже будет смотреться, как по мне, интересно, но здесь уже очень многое зависит от вашей реализации, да, то есть может быть Хоппер круто себя покажет, а может в какой-то ситуации и Хантер будет намного-намного жестче, да, то есть здесь уже все зависит от того, как вы будете играть и что вы будете делать. 2.0. Очень легкая катка у нас, похоже на досрочку, я стараюсь просто наносить обычный дефолтный дамаг с молота, плюс в моменте где-то добавлять оглушение и за счет этого давать себе чуть-чуть спейса. Но если так уж по чесноку, по актуальности, я вам скажу, что этот молот, он немножко не дотягивает до нагибаторского. Расскажу в чем. Если вы выдаете молот с оглушением, у вас не успевает перезарядиться еще один выстрел, ну то есть баллон полностью, да, чтобы вы еще нанесли урончик. Соответственно, реализация оглушения может быть только хороша в том случае, либо если вы стопите овердрайв противнику, либо если вы, например, глушите типа, чтобы увести флаг, да, то есть тогда это будет работать. А так, чтобы вы, например, нанесли молот с оглушением и дальше сверху добавили ему с еще одного баллона, да, то есть выстрел, такого вы, к сожалению, сделать никаким образом сейчас не сможете. Соответственно, уже актуальность и супер уникальность этого устройства, она, ну, не является столь жесткой, да, то есть будем объективны. И поэтому я, например, на молоте, когда играю, хотя я уже давно на нем не играю, потому что есть супер большое количество разных метовых пушек, но если бы я бы играл бы, я бы обратил бы внимание на... Блин, ну что это за прикол? Нельзя перевернуться с 0.5 на молоте. То я бы обратил внимание на молот с подавлением. Он очень хорошо себя показывает, И когда я только начинал играть на обновленном Хантере и Хоппере, мне с этим молотом было прям максимально комфортно. И этот молот, как по мне, ну, не дотягивает до такого уровня уникальности и нагиба. Прям такого прям плотненького, жесткого и качественного. Да, это устройство можно реализовать, да, можно сделать так, чтобы оно было актуально, но его актуальность с точки зрения получения дополнительного большого количества очков, она не будет столь большая и столь крутая. Плюс еще один факт неактуальности этого устройства, это новая аптечка, которая, если противник, ну, грамотный, да, то есть он, например, видит, что у тебя последний выстрел, да, спасибо молодому человеку за флаг, он, похоже, мне тоже там в чате что-то писал, сейчас если что, отвечу ему, то он может просто увидеть и законтрить, прожать аптечку и, соответственно, убрать всю вашу актуальность устройства и спокойнейшим образом вас набрить. Сейчас еще и шафту своему сбил, случайно нам надо возвращать. Ну и мне еще непривычен очень сильно момент того, что именно с последнего выстрела проходит оглушение и то, что надо всегда разряжать свой баллончик, чтобы оставлять чисто последний, знаете, выстрел. Я привык играть на дефолтных молотах, а не с донатскими вот этими замечательными устройствами, поэтому в моменте я просто не разряжаю баллон, хотя это актуально и это практически всегда нужно делать, да, то есть надо катать именно с последним выстрелом и уже на последнем выстреле давать оглушение, либо если у вас там будет эми пробитие, да, и уже от этого отыгрывать. Я вот сейчас, например, вообще разрядил впустую его. Ну и похоже у нас здесь будет быстрая досрочка, по крайней мере я на это надеюсь. Попытаемся сейчас увести последний плажочек, наш тиммейт уже его подбирает, вжимаем, ну не знаю, насколько актуальный овердрайв, когда есть нулевой урон. Наверное, это был печальный овердрайв, потому что там два типа под нулевой урон попало. Но в целом на таких картах можно и спокойно выигрывать без даже супер-мега-жёстких грамотных овердрайвов. Но хотя Хантер с такой комбинацией, как по мне, сочетаются очень и очень круто. Да, то есть молот даже с дефолтным устройством, там, например, каким-нибудь там с лагерем, адаптивной либо перезарядочкой, либо даже с тем же дуплетом, может себя очень круто проявить, показать и реализован быть как в CTF, так и в штурме за атаку, так и даже в том же регби. Можно комфортно себя чувствовать и реализовывать. Но, а моей оценки, касаемо моей оценки, то есть я бы, наверное, этому молоту дал бы по 10-ти бальной где-нибудь, ну, наверное, пятёрочку. Пятёрочку, да, то есть он не жёсткий, он не слабый, может быть реализован, но, наверное, это не то супер имбовое устройство, если вы не донатите, у вас там, например, там 800 танкоинов, да, и вот вы думаете, стоит мне приобрести этот молот, если у меня нет большого количества танкоинов, или же не стоит. Я бы сказал, что нет. Да, то есть лучше подождать какое-нибудь более жёсткое устройство, например, фриз с подавой, как по мне, намного сильнее, чем этот молот, да. Даже жига с Эмми, которая тогда ещё выходила в той мете, она была тоже намного симпатичнее, чем этот молот. Поэтому целиком и полностью здесь выбор за вами. Я не могу сказать, что это имба, не могу сказать, что это что-то печальное. То есть это что-то среднее, интересное устройство, которое вы можете реализовывать таким вот способом в нашем матчмейкинге. Пишите, что вы думаете по поводу этого замечательного устройства. Возможно, я не прав, возможно, вы со мной согласны. Напишите, будет интересно очень почитать. Также не забывайте поддерживать видеоролик лайком, если он вам понравился. Подписываться на канал, если вы ещё вдруг на него не подписаны. И также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настроечках игры в аккаунте. Снизу мой личный тег, это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на миллион кристаллов и на 20 тысяч тонкоинов. Все информации по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.